Преподаватель проекта Гештальт-терапевт-психолог Герой Кроссфит Система тренировок, которая сделает наших участниц стройнее Руслан, у меня такой вопрос Еще недавно в моей жизни было все плохо Я думала, как бы моя жизнь закончилась с ней Жить не хотела, как говорится А придя на проект, почему-то так постепенно, постепенно Как слово-то подобрать Ну, наступает все хорошо И с каждым днем вот это хорошо Да, это становится все больше И вот именно вот это вот хорошее Его все больше, больше, больше Как ты ощущаешь, что становится хорошо? Как ощущаю? Да, в чем это выражается? В себе я это ощущаю То есть, а я как бы вернулась к жизни Я еще больше расцвела, мне кажется То есть, я поменялась А за проект я здесь месяц и неделя, наверное, да? Десять дней Ну, второй месяц пошел Я похудела на 10 килограмм Я преобразилась И вот я боюсь потерять вот это вот состояние И тогда в какое ты можешь попасть состояние? Больше всего в какое состояние ты боишься попасть? Самое большее вот в то состояние, которое у меня было до проекта Это вот утрата близкого человека Можешь описать это состояние? О, это ужасно Это я не могу даже словами описывать И я просто сейчас, если начну с том состояние копошиться Это все, у меня волна нахлынет Я стараюсь вообще сейчас не думать о той ситуации Где давно произошло? 13 февраля То есть, это произошло 13 февраля 40 дней Я просто вообще То есть, ну Я была разбита полностью То есть, окончательно Потом я себя взяла в руки Но мне, конечно, проект помог Мне как бы вот Кто-то близкий был Это мой ребенок Да Вот И как бы потом уже вот В социальных сетях Когда мы с Евгением о школе списались То есть, я вот сюда попала Ну, первую неделю я была вот как бы Вот такая непонятная А потом все-таки Как-то хоп И так вот Прям вот раскрылась жизнь Как будто И вот я боюсь вот это вот потерять Смотри, я тебе скажу Может быть, не сильно Как-то это Приятную вещь, да? Ну, в общем, тем не менее Лучше знать как-то реальность, чем это Чем не быть готовым, да? Ну, вообще утрата проживается Ну, как минимум год Другое дело, чтобы прожить ее Даже за этот год, да? То важны вот эти периоды Которые ты будешь, правда, проживать Все те чувства, которые соответствуют Проживанию горя Это и злость, и бессилие И отчаяния, да? То есть Если их не проживать То просто проживание растягивается Какое-то здоровое проживание Без залипания Как раз происходит Когда у тебя есть ресурсы На которые ты можешь опираться в жизни Но ты можешь, получив ресурс Немножечко попереживать То, что у тебя там Ну, не до прожито Потом снова опереться на этот ресурс Да? То есть, я не знаю Это вот места Люди Какие-то занятия Поэтому Ну, правда, важно Вот, чтобы было и то, и то Да? То есть, чтобы ты не просто Избегала вообще мыслей Да? Как ты говоришь Сейчас страшно А как раз Может быть важно С наличием там Ну, поддержки там Психолога Или еще у кого-то Да? То есть Иметь место Где ты можешь Правда Переживать эти чувства Я боюсь их переживать Я как-то вообще Я прям заблокировала Себя как-то Вот То есть Это неправильно Это может, наверное Вылиться в последующем Да? То есть Да Вместе с этими чувствами Блокируется часть Твоей жизненной энергии Потому что Ну, на проживание Этих чувств Выделяется Какая-то сила Твоя жизненная Ты Ну, эти чувства Блокируешь И вместе с ними Остается заблокирована Эта энергия Конечно, можно И жить дальше Но, в общем-то Рано или поздно Оно будет все равно Ну, как-то Рваться наружу Да? То есть Чтобы все-таки Быть прожитым Пережитым И как можно проверить Пережила ли ты Да? То есть Когда человек Прожил Какую-либо Травму Утрату Или что-то еще То Когда он Смотрит На Ну, вот То, что Произошло В нем Может быть Ну, как бы Оставаться Какие-то Ну, там Грусть Там, да Но оно уже Не трогает Уже не так Болезненно Становится Да? Но это вот Когда вся та Работа горя Горевания Проделана Только тогда Можно прийти К этому состоянию Когда ты уже Тебе не нужно Ничего подавлять Сдерживать То есть Ты можешь Прямо на все Это смотреть Понимать И сознавать И более того Любая Даже Ну, там Травма Психологическая Там что-то Да То есть Будучи Прожитыми Они делают Нас Ну, как-то Выводят нас На какой-то Качественный уровень И дают нам Больше Каких-то сил Возможностей Для Ну, вот Не всегда Внешне Но какой-то Внутреннего Состояния Внутреннего Переживания Жизни Если нам Удается Травму Прожить Ну, опять-то Ну, опять-таки Тут Вот Если Начать То есть Как это Выразить Пытание То есть Когда эти Эмоции Они наружу Пытаются Выходить То есть Я их сразу Как-то Вот Гошу-гошу То есть А если Например Я их не буду Блокировать У меня В голове Это не укладывается Начинает сходить С ума И поэтому То есть Как бы Как объяснить Там Ну, как срабатывает Инстинкт Самосохранения Что То есть Я понимаю Что у меня Есть еще Ребенок У меня есть Дочь Я ради нее Должна жить Как говорится Да То есть Я должна Быть Для нее Примером Я должна Быть Красивой Улыбавшей Тогда И может быть Как раз Важна Поддержка Ну, то есть Специалист Который бы Рядом с тобой Мог тебя поддерживать В том Чтобы ты Ну, проживая Это не соскальзывало Совсем Да Туда Ну, в какую-то Пучину С которой Тебе сложно Выбраться Когда бы Чтобы ты могла Немножко переживая Ну, как-то Правда Как ты говоришь Останавливаться И обращаться Вот к тем вещам Которые тебе Ну, важные Цены Да Ради которых Стоит жить Чтобы Ну, с одной стороны Не проваливаться В пучины Да Из которых Не выбраться И в то же время Не игнорировать Все равно Эту боль Так вот Какими-то Теми порциями Которые тебе Переносимы Понимаешь То есть Вот я там Не люблю Рыбий жир Ну, там Ложечку Там могу Да То есть Конечно Я его там Если мне сразу Тазик Скажут Я скажу Да вы что С ума Сошли Да Меня вырвет Просто А понемножечку Могу Понимаешь Здравствуйте Дорогие участницы Реалити шоу Стройное и счастливое У меня к вам Такой вопрос Кто сегодня Хочет поработать Над своими Установками Относительно Своего веса Я Я Свет Ты как Пищеголик мой Тоже хочу Скажите пожалуйста А у кого На сегодняшний день Не очень получается Снижать вес Как вы сами Оцениваете Есть такие люди Я вот Последние две Две недели Наверное Вес у меня Стоит на одном месте А с чем Ты связываешь это Когда я Начала Правильное питание То есть Я сладкое Десерты Вообще Исключила А недели две Назад Я их включила Включила В какой дозировке Сначала Включила В правильной Дозировке 50 килокалорий А потом Я Мне кажется Превратилась В оборотня И Поподробнее Да И Прям И Прям Святая неделя Не так давно Закончилась У нас уже Оборотни Появились Да И прям Вот Ну Согрешила Согрешила Будем отпускать Грехи Сегодня Да Вот я пришла Вот Поведаться У меня такое Ищение Что я сейчас С ней Эти массовые Разговариваю Почему У нас уже Был подобный Разговор Да Поработают С тобой Сегодня Хорошо Я подготовила Три листочка Бумаги Подойди Пожалуйста Возьми их у меня Держи Пока Присаживайся Тебе нужно будет Кое-что На них написать Девушки Запоминайте Ваша задача То же самое Сделать дома Потом Отчитаетесь Мне В нашем чате Либо напишите Мне в личных Сообщениях Вконтакте Договорились Запиши На первой бумажке Цифру Максимально Исторического Большого веса В твоей жизни Сколько ты весила Максимально много Не Включая беременность Записала Какой 87 87 килограмм На следующей бумажке Напиши Твой сегодняшний вес 85 61 Хорошо На третьей бумажке Желаемый вес Напиши 65 65 килограмм Хорошо Отдай микрофон Пожалуйста Закрой глазки И прислушайся К тем ощущениям Которые у тебя появляются На этом стуле Я не знаю Какая там цифра Понятия не имею Потом разберемся Просто прислушайся Насколько тебе комфортно Или некомфортно Сидеть сейчас Вот на этом месте Какие ощущения? Комфортно Но немного тревожно Тревожно Тогда открывай глаза И пересаживайся На любой другой стул Закрывай глаза Полностью Чувствуйся Ощущения Которые появляются В твоем теле На этом стуле Что подсказывает Тело Душа Может быть Появляются Какие-то мысли Какие-то образы Если готова То поделись с нами Комфортно тебе здесь Или некомфортно Комфортно Но не мое Не твое это вообще Пересаживайся И то же самое здесь Закрывай глаза Почувствуй Какие ощущения Насколько они комфортные Для тебя В теле В душе Может быть Какие-то мысли Образы приходят в голову И поделись с нами Какие ощущения здесь Ну здесь Не очень комфортно Не очень комфортно Получается Все три стулы Для тебя не особо комфортно Там Но там был страх Да? Нет На всех удобно Здесь была тревога Правильно я понимаю? Здесь было комфортно Вот самое комфортное было здесь Здесь Ну с тревогой немножко Да? Страх может быть того Что Боязнь Ошибиться со стулом Может быть Как-то так Это не важно Не пытайся пока анализировать Ну значит Самый комфортный Вот этот все-таки стул Комфортно Но тревожно Здесь было Не твое Мое Место А здесь Некомфортно Просто некомфортно Что значит Некомфортно? Ну вот с той стороны Удобнее сидеть Удобнее тебе может Да? Может быть То, что расположение стульев Так нет Как будто тоже Не твое место получается Да Здесь удобнее Хорошо Спасибо тебе большое Присаживайся к себе Микрофон забирай Давай посмотрим Что в итоге ты выбирала Первый стул На котором тебе было комфортно Но тревожно Это твои 65 килограмм Это вот май Блокас Да Для тебя это комфортный вес Но Ань О чем тебе нужно задуматься? Почему тебе страшно Весить 65 килограмм? Какой страх здесь стоит? Что страшного будет Когда ты будешь Весить желаемый 65 килограмм? Помните Я вам говорила Что у лишнего веса Всегда есть свои выгоды И стройность Она будет накладывать На вас определенные обязательства Например При стройности Вы становитесь Более сексуальными Привлекательными Правильно? Вопрос Вы готовы с этим справляться? На словах Да А на деле? Так Давай посмотрим здесь Не на своем месте 87 килограмм Не моё Не твоё Не моё Ну и собственно говоря Здесь получается 81 Да Это тоже не твой вес Он некомфортен для тебя Соответственно Ане нужно поработать сейчас В первую очередь Со своими страхами Которые будут продолжать блокировать Её снижение веса Понятно с чем поработать? Если на уровне тела мы говорим То это может быть массаж При страхе у нас идут мышечные зажимы Если мы говорим на психологическом уровне То в твоём случае Нужно порыться и понять А что мне такого даёт лишний вес? Чего стройности я не знаю как достичь Это не значит Что этого нету стройности Это значит Что я не умею пользоваться Всеми плодами Того состояния Которое даёт стройность Вот и всё Я даже немного понимаю О чём идёт речь Можешь поделиться? Ну как-то нет Нет, да? Всё, поняла тебя Хорошо Девушки, вот это упражнение Каждое из вас Сделайте дома Оно очень диагностичное Оно очень интересное Иногда бывает Как ни странно Что девушке намного комфортнее Сидеться на своём Максимально большом весе Иногда ей достаточно комфортно На том весе В котором она находится сейчас И это действительно тоже Очень диагностично Это говорит о том, что Может быть пока стоит Разобраться с головой И потом продолжать снижать вес А не мучить себя Различными диетами Различными упражнениями Если мы говорим про Аню То ей комфортно будет В своём лёгком весе Но тем не менее Есть страх И это здорово Что она начала осознавать О чём вообще идёт речь Когда Аня проработает Свой страх Ей будет намного проще И монстр О котором она сегодня Говорила оборотень В конце концов Угомонится И перестанет просыпаться в ней Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»